Мои тщательно выжатые рубашка и брюки отправились на бочку. Помогая себе обломком 2-го шеста, я добрался до стены и присел, оперевшись спиной на что-то холодное и липкое, пахнущее сыростью. Я стал всматриваться в темноту, а потом темнота стала всматриваться в тебя. Мяу! ДИФПЛЕЙ Здарова, братаны, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений. И сегодня мы будем продолжать проходить за манточку. Рут Алиски, на восток, в подводной лодке, так что давайте уже погнали вперёд! А когда тебе что-то нравилось, давай поднажми. Выбиваясь из сил, мы точили бочку на какую-то неведомую гору. Как крест на Голгофу. Закончил я мысль вслух. Что? А, это? Хочешь сказать, бочка нас погубит? Ну или назад скатимся, была и такая история. Совсем рядом уже шумит. А если впереди водопад? А... Но с бочки резко ушёл вниз. Мы как будто пролетели метр-два, прежде чем со странным треском приземлиться. Я вдруг оказался на Алисе, но это было совсем не весело. Ты цела? Жить буду. Смотри, почти вся вода ушла. И правда. Теперь внизу виднялась только грязь. А треснувший иллюминатор показывал какую-то пещеру. Ну, приплыли. Это должен я сказать, бал. Выходим? А как? Мы уставились себе под ноги. На единственный выход из бочки, который... В которой мотноватой воронкой уходили... Остатки воды. Алиса задумчиво ковыряла грунт огрызком шеста, отломившимся при нашем падении. Перевернём бочку на бок. Помогай. Это весьма логично. Девушка и умеет логически думать. Нихуя себе! Мы припали к правой стенке. Бочка наклонилась, но не настолько, чтобы можно было вылезти из отверстия. Что-то мешает. Тогда давай влево. И снова бочка во что-то уперлась. Я решил использовать шест в качестве рычага. Но первым же нажимом благополучно его сломал. Так... Мы в каком-то жёлобе, но должен быть способ поднять бочку. Придумай. Возможно, если подождать, вода поднимется. Сколько ждать? Есть идея получше. Алиса стала лупить ногой по иллюминатору. Ты чё, испортишь бочку, не вернёмся назад? Вернёмся без бочки. Другим путём. А он есть? Стекло иллюминатора со звоном выпало наружу. Сзади ведь крышка. Лучше бы её высадила. Да, не подумала. Ну да ладно. Всё встаёт на свои места, баба. Алиса просунула голову и руки в отверстие. Но потом подалась обратно. Подозрительно на меня глянула и полезла уже ногами вперёд. Когда она выбралась... Чтоб труселя не спалял. Боже, да чё там стеснётся? Когда она выбралась наружу, я последовал её примеру. Я вытащил фонарь, и мы огляделись. Вокруг была живописная пещера со следами шахтёрского промысла. Сзади нас шла почти отвесная стена с небольшим водопадом, но почти вся вода утекала в какую-то невидимую расщелину. Оставляю в пещере лишь скромное озерцо. Ты видишь там выход? Сейчас погляжу. Не, тупик. Так и знал. Ну, тут же были люди, значит, выход есть. Ага. Через который мы сюда попали. Всё-таки по стопам того парня пошли. Какого? Который тащил деревяху на гору. Часть с распятием пропустили. Теперь по плану три дня в пещере, значит. Распятие будет, если нас найдут. Боюсь, придётся как-нибудь самим воскресать. Есть идеи? Можно залезть наверх, хорошенько нырнуть, и мы на берегу. Здорово. Ну, если ничего не останется, то так и сделаем. Надеюсь, тоже шутишь. Сколько мы метров прошли? Сто? Двести? Много. Ну, думаю, смогу. За свои нацать лет ещё ни разу не утонуло. Какие шансы? О, шансы отличные. И меня за собой утащишь. Да уже утащила. Оставайся тут. Водолазов за тобой пришлю. Придётся подождать, конечно. Очнись, это не игра тебя. Ты умрёшь, понимаешь? Успокойся, мы ещё не всё осмотрели. Должен быть выход. Алиса ещё раз медленно обошла всю пещеру, держась за стену для верности. Безрезультатно. Знаешь что? Подсади меня, а я посмотрю, что там наверху. Поплыла уже? Я не позволю. Да не уплывая никуда, ну... А зачем тогда? Вдруг выход там. Другие коридоры. Надо глянуть. Я сам полезу. Валяй. Стена далась мне непросто. Я старался держаться подальше от водопада. Ну, а это не помешало снова насквозь промокнуть. Наконец, старапавшийся босрый камень и содрав кожу на ладонях, я достиг верха. Подай фонарь. Так. Ну что, видно ответвление? Не. Хоть что-нибудь. Один глухой коридор. И вижу, где он уходит под воду. Вот и всё. Я спрыгнул... Спрыгнул вниз, едва не разбив фонари при приземлении. Осторожней! Ай, всё равно нам хана. Исследовательский дух, мать его. Меня винешь? Себя. С тобой-то всё ясно. Но я-то знал, что так будет. Знал, но полез. Судьба, значит, такая. По душе тебе это. Ну, может, через недельку две и спасут нас. Должны же искать. Обязаны! Своими силами спасусь. Нет. Нет? Я не разрешаю тебе топиться. Нам не нужно твоё разрешение. С чего это? С того. С того, что мы вместе. Ну, а станем не вместе. Велика беда. Нет, мы всегда вместе. Ты не ушла тогда в старом корпусе. И в деревне меня не бросила. И на машине не уехала. Я... Просто... Каждый раз так получалось. Никогда не признаёт. Алиса поёжилась, прошлась вперёд-назад. И прислонилась к земляной стене. Скрестив руки на груди. Сейчас она напоминала нахохлившегося птенца. Ты замёрзла. Был бы шанс обсохнуть. Надо снять мокрое. Да ты что? А станцевать не надо? Если хочешь для разогрева. Но ведь я серьёзно. Наглость второе счастье. Знаю что. А давай фонарь выключим. Тогда и раздеться можно. Нельзя. Ну, нельзя так нельзя. Но батарейки стоит поберечь. Согласна. Алиса промолчала. Я сниму мокрое. Надежду хоть выжму. Всё на бочку кладу. Запомнила, где она. Зачем мне? На вот. Я передал Алисе шест, побывавшей у нас веслом, якорем. А вот теперь тростью. Затем разместил фонарь на бочке. Чтобы случайно не разбить. Последний раз огляделся в пещере и щёлкнул выключателем. Мои тщательно выжатые рубашка и брюки отправились на бочку. Помогая себе обломком второго шеста, я добрался до стены и присел. Оперевшись спиной на что-то холодное и липкое, пахнущее сыростью. Я стал всматриваться в темноту. А потом темнота стала всматриваться в тебя. Мяу! Теперь я ждал какого-то чуда. Где россыпи самоцветов в стенах пещеры, которых не увидишь при свете. Где магические руны, указывающие на выход и спасение. Какой-нибудь фосфариоцирующий червяк на худой конец. Ничего, вокруг осталась всё та же кромешная тьма. Зато я услышал постукивание дерева по полу справа. Шаги, удар шеста по бочке. Похоже, Алиса всё-таки последовала моему примеру. Ты где? Тут. Весьма логично, блядь. Я попробовал насвистывать, приманивая Алису. И тут же больно получил шестом по ногам. Ой, это что было? Халена, блядь, рыжая, сука. Блядь, биндонина. Прости. Ну, хоть тебя приглушила. Алиса села рядом у стены. Мы в какой-то жуткой грязи. Чего не видно, того и нет. Да как же нет, когда спиной чувствую. Всё равно выход только через воду. Ещё отмоемся. Ты тоже плыть решил? Что-нибудь придумаем. Поднимем бочку наверх. Не знаю. Я подался вправо, и наши голые плечи соприкоснулись. Ты чего? Так теплее. Только сильнее не вжимайся, а то жарко станет. Тебе страшно? Немного. А тебе? Сейчас нет. Мне кажется, всё кончится хорошо. Правда так думаешь? Мы ведь и выстряли, надо признать. Оптимизм тебя покинул? Нет, но... Ну что значит кончится хорошо? Не могу представить. Если это всё кончится, то не хорошо. А если хорошо, то не кончится? Алиса не стала отвечать, но тихонько себе кивнула. Я почувствовал это, как чувствовал каждое её движение сейчас. Ну или мне хотелось так думать. Значит, ты теперь оптимист у нас? Честно? Похоже, я всегда оптимист, когда ты рядом. Это как? Ну уж с тобой... Мы уж с тобой через многое прошли. Хорошо. Это было не так много дней. Но каждый наш день был как будто шажок... К чему? Мне кажется... Скажи... К чему-то большому и светлому. К чему-то очень важному. К чему-то, что оправдывает мою жизнь. Не меньше. К счастью. Теперь я кивнул Алисе. Она тоже чувствует, как я чувствую её. Сейчас она улыбалась. А теперь уже нет. Если это так, то почему не боишься? Потереть всё? Я боюсь. И не боюсь. Есть маленькие страхи. И есть большое чувство, что всё идёт как надо. Что по-другому и быть не могло. Всё будет хорошо. Потому что я очень близок к этому. Даже тут. Даже тут? Или только тут? Странное ощущение, да? Не странное. Пусть так и будет. Пусть. Алиса взяла меня за плечо, дав понять, что теперь дозволен поцелуй. Я не сразу нашёл её губы. Но и поиски были весьма приятны. И для Алисы тоже. Надеюсь, вам понравилось. Дав сделать мне первый шаг, Алиса захватила инициативу. Поиски в темноте продолжались. К губам подключились руки. Эти бесстыдницы находили всё больше интересностей. События развивались быстро, но я нашёл в себе силы оторваться. Погоди. Погоди. Что? Я? Я ведь просто не везучий парень. Я ведь не просто везучий парень, что оказался рядом. Перед концом света. Нет. Не хочу конец света. Не хочу напоследок. Это ведь не оно? Нет. Хочу, чтобы всё продолжалось. Долго. Всегда. Я тоже. Правда? Ты теперь в меня веришь? И верила. Всегда. Даже так? Да. Как только тебя увидела вспышка, в голове будто голос сказал. Это он. Так и было. Но странно. Я просто уже не очень верила этому голосу, понимаешь? После всего. Я не могла позволить себе быть наивной. Прости. Понимаю. Этот Семён не внушал доверия. Я так не говорила. Ладно. Теперь я должен спросить что-то очень важное. Да. Ты правда слышишь голоса? Алиса рассмеялась, шлёпнув меня по ноге ладошкой. Я завладел её рукой, и наши пальцы сплелись в замочек. Значит, я избранный? Может быть. Чем же я тебя покорял? Чем? Нет, постой. Тебе меня не покорить. Алиса придвинулась к моему уху и зашептала. Даже избранный должен покорять меня каждый день. Всегда. Слышишь? Её руки сомкнулись у меня на шею. На чём мы остановились? Я планировал немного испачкаться. Ты участвуешь? Как только закончишь трепать языком. Уже. И не вздумай прервать меня снова. Больно сделаю. Я в твоей власти. Ты всегда был. Боже. Как это ми-ми-ми у няня? А я фонарь! Покатая бочка не очень надёжная опора. Я могу и упасть, знаете ли я. Ой-ёй. Ай-яй. У меня кнопка чувствительная. Я так могу и включиться. Потом-то я упаду. Закачусь куда-нибудь. Опять станет темно. Но на секунду-то... Я уже близко. Всё в порядке? Я цел? Извращенный фонарь. Пипец. Прошло время, которого никто не считал. Я как будто проснулся. Или вовсе не спал. Сон приятный сон. А-а-а. И всё ещё в нём. Её голова на моей груди. Её рука... Моя рука в её волосах. Ты спишь? Нет. Хорошо. Да. И странно. Что же дальше? А что бывает дальше? Завтрак в постель. Было бы неплохо. Тогда проверю наши припасы. Хотя и толку от этих крекеров. Без вопросов сменял бы на горсть семян толстошлёмника. Бля, я даже не знаю, что это за растение. Алиса сползла с меня. Я пробрался сквозь тьму к нашей бочке и стал шарить вокруг в поисках фонаря. Вся земля вокруг была тщательно прощупана, но безуспешна. Оставался лишь вариант, что негодник укатился под бочку. Я просунул руку под дерево, на всякий случай мысленно с ней попрощавшись. Фонарь действительно оказался там, но выскользнул из моих пальцев и оказался ещё глубже. Отсюда до него было не добраться. Я встал, чтобы обойти бочку. Моё внимание привлекло нечто странное. Подземное озеро! Это же... Я вижу воду! Что? Тут в дальнем углу, за бочкой. Ну и что? Там и была вода. Но я её вижу. Ну-ка. И правда, откуда там свет? Главное, что под водой есть проход. Код. Кажется, я и его вижу. Ведь пролезем. Стоит проверить. Постой! Что? Не хочешь меня вперёд пустить? Нет, зачем? Я могу. Я справлюсь. А ты сторожи тут. Всё. Мило. Моё достоинство почти не уязвлено. Ценю попытку. Твоё достоинство нас отсюда не вывезет. Но за пробную поездку спасибо. Олух. Будь осторожна там. Не пуха. К чёрту. Алиса! А чё с Алисой мы узнаем уже в следующий раз. Сегодня на этом моменте всё так что. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok